Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. 14 миллионов за свободу. Банда похитителей удерживала бизнесмена в подвале деревенского дома. Единая медкоманда FIFA 2018. Самарские врачи осваивают новые профессии. Шведское кино в Самаре. В художественном показывают картины скандинавских режиссеров. В 14 миллионов рублей оценили похитители жизнь самарского предпринимателя. Мужчина освободили в ходе совместной спецоперации сотрудники ФСБ, Росгвардии и уголовного розыска. По версии следствия, бандиты схватили бизнесмена у входа в кафе на улице Партизанская. Заложника отвезли в нежилой дом в Красноярском районе области. Там преступники удерживали его несколько дней. За освобождение требовали деньги у родственников. В полицию обратился брат потерпевшего. Дом, где держали мужчину, оперативники взяли под наблюдение. Вскоре выяснилось, похитителей двое. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ при содействии бойцов СОБРа были задержаны двое жителей города Самары, причастные к совершению данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жизни и здоровья потерпевшим ничего не угрожает. И еще одна криминальная история. Оперативники ФСБ задержали сотрудника компании «Транснефть» при «Волга», который требовал от партнеров 1 миллион рублей. За эти деньги он обещал закрыть глаза на то, что организация якобы с нарушением поставляла песок. Но, как оказалось, никого прикрывать подозреваемый не мог и не собирался. Чтобы избежать наказания, он придумал путанную схему и нашел множество посредников, которые даже не знали, что помогая ему нарушают закон. Но коварный план с треском провалился. Несмотря на предельную, как казалось, мошеннику осторожность, его задержали с поличным при получении части денег 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Меньше слов, больше дела губернатор Самарской области потребовал от своих подчиненных. На очередном совещании обсуждались вопросы ЖКХ и благоустройства. Разговор получился жестким. За что Николай Меркушкин раскритиковал подчиненных, знает Марина Матвейшина. «Если из мусора, который россияне выбрасывают за год построить башню шириной метра на метр, то по ней можно добраться до Луны», – подсчитали экологи. Проблема утилизации отходов остро стоит по всей стране, в том числе и в Самарской области. В прошлом году прокуратура зафиксировала почти 1400 нарушений в этой сфере. Главный бич – несанкционированные свалки. Этот вопрос горячо обсуждается на заседании по обеспечению правопорядка на территории региона. «Конкретный вопрос. Когда у нас будет настоящая цивилизованная система сбора, сортировки и утилизации? Все в комплексе?» «На сегодняшний момент готов отложить, что с 1 января 2018 года субъект переходит вообще на новую систему работы по сбору, транспортировке и утилизации». «На основании чего переходит?» «В рамках создания трех...» «Бумаги очередной?» «Никак нет». «А на основании чего?» «На основании федерального...» «Исполнения федерального законодательства». «Слушайте, для того, чтобы забор выполнить, надо иметь условия». «У нас они есть, Николай Иванович». «Нокоскодельник». «Где у нас заводы сортированные?» «Где у нас по утилизации заводы?» Замминистра энергетики и ЖКХ области Сергей Ульянкин докладывает, в регионе есть три рекоператора, готовых выполнять работу с отходами. Но кто именно, ответить так и не смог. Николай Меркушкин ставит задачу в течение трех-четырех недель представить конкретный план действий. Иначе будут сделаны соответствующие выводы, резюмирует губернатор. Не менее жестко Николай Меркушкин критикует работу региональной госжилинспекции. Ведомство, по его мнению, недостаточно хорошо контролирует сферу ЖКХ. За год с жалобами в ГЖИ обратились 36 тысяч жителей. Почему так много недовольных, замруководителя инспекции Светлана Герафеева так и не ответила. Как и на вопрос о том, сколько управляющих организаций заключили соглашение об информировании Министерства социально-демографической и семейной политики о плательщиках и неплательщиках. От этого зависит, получат ли льготники компенсацию за оплату коммуналки. Назовите тогда вы, конкретно, кто не заключил соглашение. Но это по Самаре. Назовите, не важно, Самара, Тольятти или там Клявлино, кто, какие управляющие компании и ТСЖ. ЖИСКА ТСЖ не заключили. Это не важно. Управляющие ТСЖ, это означает, не все люди могут получить компенсаторы. До сих пор. Вот здесь люди в погонах, прокуратура. Вы знаете, что даже каждый человек, если мы ущемляем его права, нарушаем его права, вы должны головой, так уж обобщенно я говорю, ответить право. Вы даже не можете назвать название ТСЖ. Сколько за этими ТСЖ людей, которые не могут получить компенсацию. С инициативой навести порядок в сфере ЖКХ с помощью расчега лицензирования управляющих компаний выступает мэр Самары Олег Фурсов. Глава города предлагает разработать новые критерии, по которым можно выдавать лицензии. В том числе не допускать к обслуживанию компаний, у которых нет жилого фонда и мелкие организации. Ваша задача, поставленная некоторое время назад, она сейчас реализуется нами совместно с министерством. Компании укрупняются. Такую работу мы проводим. Это, конечно, идет очень сложно, потому что это частный бизнес. Но, тем не менее, только крупные компании способны накапливать ресурсы, позволяющие и штат дурников содержать необходимую и покупать необходимую технику. Губернатор ставит перед городом еще одну задачу. Единые расчетные центры должны снизить комиссионные сборы с 3,5 до 1%. Необходимо упорядочить работу ЕРЦ, перевести на систему платежей. Только так удастся пресечь мошеннические схемы вывода денег, подчеркивает губернатор. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Лора, терапевты и кардиологи. А все вместе – единая медицинская команда FIFA 2018. В Самаре формируется целое сообщество врачей, которым предстоит работать на стадионе в дни проведения матча чемпионата мира по футболу. Для этого все участники должны, помимо основной специальности, приобрести еще целый ряд навыков оказания экстренной медицинской помощи. Как врачи осваивают новые дисциплины, наблюдал Олег Зверев. Приемы сердечно-легочной реанимации отрабатываются на тренажере. К мировому футбольному первенству готовится медицинская сборная. На стадионе будут работать врачи разных специальностей. Все они должны обладать навыками оказания первой помощи, причем по европейским стандартам и рекомендациям FIFA. В 2018 году им предстоит оказаться в самом центре футбольных баталий. На столь массовых мероприятиях ситуация бывает непредсказуема. Острая коронавтная смерть, она в принципе очень распространена в международных соревнованиях, на различных скоплениях, на стадионах, на концертах, на фан-фестах. Поэтому мы всегда должны быть готовы к острой остановке кровообращения и всегда в течение 10-30 секунд среагировать на это и начать сердечно-легочную реанимацию. Терапевты, эндокринологи, врачи общей практики и другие снова идут грызть гранит новой для них науки. Футбол – один из самых травмоопасных видов спорта. Врачи на стадионе все должны быть травматологами. В принципе, мы их обучаем принципам иммобилизации и верхних, и нижних конечностей, и повязки на голову, на шею, принципам транспортировки больных, как уложить носилки, как нести. Все должны говорить по-английски и все должны обладать навыками медицинского психолога. На специальных тренингах по психологии медики изучают науку, которая помогает предотвращать конфликты и не погружаться в отчаяние. Мало ли кому что взбредет в голову, когда проигрывает любимая команда. Если какому-то человеку, допустим, станет плохо, если он при этом будет находиться в состоянии тревожности, возможно, панические атаки, возможно, острая реакция на свое состояние, и также родственники пострадавшего наверняка будут нуждаться как в помощи медиков, так и в помощи психологов. Медицинская команда FIFA формируется только из профессионалов высшего уровня. Каждый из них – ас своего дела, но стадион требует дополнительных знаний. Всего они проходят обучение по 11 специальностям, причем по стандартам Международной футбольной федерации. Сейчас команда состоит из 250 медицинских работников. Текучка небольшая, потому что основной костяк команды уже сформировался, и целый год он уже существует. И, соответственно, те, которые имеют медицинскую специальность, хотят попасть в нашу команду. И уже к началу следующего года медицинская сборная Самары должна быть в полной боеготовности. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Самарский союз «ФГ» производства самарского РКЦ «Прогресс» доставит к МКС пилотируемый корабль «Союз МС-04», сообщает Роскосмос. На данном этапе специалисты успешно завершили испытание корабля на герметичность. Запуск запланирован на 20 апреля с космодрома Байконур. На «Союзе МС-04» к МКС отправятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. В Самаре разыскивается водитель, сбивший на улице фасадный мужчину. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленной машины ехал по улице Бакинской со стороны Пугачевского тракта. По предварительной версии полицейских, мужчина сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, сразу после чего скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Пешеход самостоятельно добрался до больницы. Сейчас силовики устанавливают все подробности произошедшего. В Кировском районе Самары закрыли семь незаконных автостоянок. Как выяснили сотрудники прокуратуры, договоры аренды земельных участков не заключались, плата не перечислялась, земельный налог в бюджет не поступал. По сведениям Департамента управления имуществом Самары, в связи с незаконной деятельностью стоянок бюджету города причинен ущерб – более 2 миллионов рублей. При этом доход владельцев автостоянок составил порядка 40 миллионов рублей в год. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье 26 марта в 16.00 в Музее Модерна в проекте «Звук и экран» покажут шедевр революционного искусства – фильм «Стачка» режиссера Сергея Изинштейна, который входит в список лучших картин мирового кинематографа. Это один из первых монтажных фильмов, где героем выступает не отдельный человек, а революционная масса. Фильм будет озвучен сотрудниками музея. Кроме того, в начале марта открылась выставка «Взрыв», посвященная столетию февральской революции. В течение всего года она будет меняться и соответствовать историческим датам. В Самарской области ожидается потепление и дожди. По сведениям Гидрометцентра России, в третьей декаде марта средняя температура воздуха будет на полтора градуса выше средних многолетних значений. В субботу 25 марта местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов, днем до плюс 5. Искусство в массы в Самаре продолжается проект «Театральный маршрут». Он очень понравился жителям Кировского района. Для поклонников театрального искусства прошла встреча с худруком Новокуйбышевского театра «Студия Грань» Денисом Бакурадзе. Коллектив недавно вернулся из Москвы с фестиваля «Золотая маска». Зал Дома культуры Победы наполняется зрителями, хотя спектакля не будет. Все эти люди пришли на творческую встречу с художественным руководителем театра «Студии Грань» из Новокуйбышевска Денисом Бакурадзе. Неформальная встреча – одна из десятков событий, проводимых в рамках проекта «Театральный маршрут». За два года жители Кировского района посмотрели лучшие спектакли самарских театров, познакомились с актерами, режиссерами, музыкантами. Самое хорошее настроение. И хорошее настроение не потянет больше нас. Дважды номинанта на престижную театральную премию «Золотая маска» режиссера театра «Студии Грань» Дениса Бакурадзе в Доме культуры Победы в Кировском районе Самары ждали больше полугода. И дождались. Денису, как творческому человеку, пришлась по душе идея распространения бациллы театра, музыки, искусства в широкие массы зрителя. Когда центр начинает немножечко перемещаться уже в такой район, как Беземянка, Металлург, Суда, это, мне кажется, интересная история, потому что пусть это не часто происходит, но уже какое-то зерно пущено. То есть люди, они уже не оторваны от того, что происходит в театральном мире. Кировчане с нетерпением ждут продолжения театрального маршрута в разных его формах. Ведь проект позволяет не только привести спектакль в Кировский район, но и организовать творческие поездки самих жителей. Так в начале месяца любители театра посетили Новокуйбышевский театр и посмотрели ставший уже легендарным спектакль «Корабль дураков». Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. А в кинотеатре художественной проходят дни шведского кино. Показы начались с фильма журналиста Хюника Паласа. Документальная лента о легендарном шведском режиссере Ингмане Бергмане и его колоссальном наследии. Интервью со знаменитостями живописной пейзажи из Швеции и уникальные кадры со съемочных площадок прошлого века. На премьере в Самаре побывала Алина Чемерис. Улыбки летней ночи – фильм, благодаря которому шведского режиссера Ингмара Бергмана узнали далеко за пределами страны. Лирическая комедия, снятая в середине 50-х, получила специальный пресканского фестиваля и стала классикой шведского кино. На счету Ингмара Бергмана более 60 кинокартин свыше полутора сотен спектаклей. Без его наследия невозможно представить шведский кинематограф. Он – огромная фигура в шведской культуре. Когда он начинал снимать фильмы, то сразу создавал хорошее кино. Фильмы, которые были попыткой уловить понимание шведов о честности, смерти, о противостоянии темного со светлым. Фильм об Ингмаре Бергмане журналист Хюнок Палас начал снимать в 2010 году. Сначала это были шесть серий документальных программ для шведского телевидения. Потом свои труды автор объединил в полнометражное кино. Основные сцены сняты в доме легендарного режиссера на острове Фарио. Он жил там с 60-х годов, умер в 2007. Съемки в буквальном смысле вторжение к Бергману. При жизни режиссер никого в свой дом не впускал. В одной из комнат огромный стеллаж с кассетами. Бергман, живя на острове, смотрел по три фильма в день. Ларс фон Триер, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен. Вместе с авторами картины о Бергмане гостями в его доме стали режиссеры с мировым именем. В фильме уникальные кадры со съемочных площадок и любимые пейзажи Бергмана на острове Фарио. Очень трудно, когда такие фигуры, как Ингмар Бергман, уходят от нас. И как нам создать такой мемориал ему, чтобы позаботиться о его наследии, которое он оставил для нас, и одновременно не затмить молодых режиссеров. Я считаю, что этот фильм именно такой. Попытка возвысить Ингмара Бергмана, не ударяя по таланту молодых создателей кино. Фильм Хюна Капаласа уже увидели в Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске и Ульяновске. В апреле его планируют показать в Калининграде. А для самарцев дни шведского кино не заканчиваются. Последние сеансы в кинотеатре художественной пройдут завтра. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. А вот о каких событиях мы расскажем в следующих выпусках. Сухая транспортная развязка на ипподроме. Строители монтируют современную ливневую канализацию. Благодарить городских волонтеров лучшие добровольцы чемпионата мира получили благодарственные письма от олимпионика-дзюдоиста Тагира Хайбулаева. Мясной торт на день рождения единственному льву Самарской области исполнилось 10 лет. Внимание у телезрителей! С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. А на этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова